Первый в России институт по изучению или созданию искусственного интеллекта в России не доверили никому возглавить, а только швейцарцу Юргену Шмидтхубиару. И он даже встречался на пресс-конференции с Владимиром Путиным, когда Владимир Путин делал конференцию с президентом Казахстана, и они вместе говорили на тему искусственного интеллекта, почему я и определила, что эта тема сейчас будет очень важная. То есть это тема, которая через три недели, ну максимум месяц засверкает на волнах СМИ, как перл, такой, знаете, необходимый для обсуждения. Пока еще только это начало. И народ не обратил на это внимание, но я уже сделала три или четыре ролика на эту тему. Смотрите, друзья, а сейчас я вам просто расскажу о том, что руководителем первого в России института по междисциплинарному изучению и созданию общего искусственного интеллекта станет член Европейской Академии Наук и Искусств Йорген Шмидтхобер. И 3 декабря об этом нам сообщила пресс-служба Сбера. Потому что, как вы понимаете, глава Сбера, он тоже в этой упряжке хочет бежать. Он тоже хочет быть первым человеком, ведь банки могут рухнуть в одночасье или уйти в подполье. Они не будут такими, какими они были до сих пор, нужными народу, населению, потому что в ближайшем будущем планируется, друзья, ограбить все население планеты, а в первую очередь Россию, потому что Россия у нас как экспериментальная база, которую будут проигрывать и обыгрывать. И дальше мы увидим, как все это заиграет, а потом это будет внедряться уже и в Европу. И то неизвестно, насколько сильно это внедрится в Европу. Однако же я вам сейчас расскажу о том, что институт планирует открыть в столице уже в 2021 году и привлечь к работе ведущих ученых мира в области сильного искусственного интеллекта. 3 декабря Сбербанк совместно с отечественными и зарубежными технологическими компаниями организовали международную конференцию по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey. Об этом сообщалось в различных социальных сетях. И Владимир Путин рассказывал о том, как это важно для нашей жизни. Его поддерживал президент Казахстана, который тоже об этом же говорил. Вот какие у нас сегодня с вами новости, на основе которых можно сделать вывод, что это для нас становится теперь самое важное, что ни на есть проблема для изучения. И для того, чтобы народ понимал, что это самая важная тема. Китайцы запускают искусственное солнце, и уже ни одно и ни первое. Но нам сказали только сегодня об этом, 5 декабря, что китайцы это планируют сделать, запустить. Однако же в небе уже несколько искусственных солнц бегает по небосклону, кружат вокруг нас. И для этого закрывали наши с вами небо облаками, и мы с вами ничего не видели. А вот искусственный интеллект, а что он будет делать? А возможно, он будет управлять этими самыми солнцами. 140 солнц! Закат плыл в июле. Было это. Была жара. Жара плыла. На даче было это. Это написал Маяковский, находясь в Переделкино, где сегодня живет кто? Патриарх Кирилл. Это его резиденция там. Так вот, 140 солнц, друзья. Ведь что вы думаете, прямо так тебе и с неба свалились эти 140 солнц в голову Маяковскому? А может быть, тогда уже было все известно, что искусственные солнца по небосклону у нас гуляют. А сколько их? Пять или 140? Маяковскому лучше было знать. Он об этом говорил, доставая из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте. Я, гражданин Советского Союза, паспортину свою доставал. А теперь наша паспортина преобразуется в электронную паспортину. Уже ее не достанешь из широких штанов, потому что, ну если только из узких брюк, из джинсов достать, то самую малюсенькую карточку, которая будет являться электронным паспортом нового человека, который сегодня подвергнется зачисткам, а затем очищенный вступит в нашу с вами жизнь. Смотрите мой ролик про яйца, которые Путин отправляет в Объединенные Арабские Эмираты. И что получилось из этих яиц? Но и яйца, это ведь тоже, друзья, не такое уж новшество. А ведь еще у нас Михаил Булгаков писал о роковых яйцах, из которых вывелись динозавры и сожрали все живое на земле. Так как мы знаем, какие яйца господин Путин с его дочками, которые занимаются генетикой, отправляет в Объединенные Арабские Эмираты? А эти Арабские Эмираты, может быть, назад нам пришлют. Но кого и какие яйца или уже динозавров? Это, друзья, наша жизнь, которая... Мы как слепые котята в нашей с вами жизни. Мы вообще слепые. Поэтому то, что касается искусственного интеллекта, то, что сегодня Путин и его ученик, это президент Казахстана, Такаев, они говорили об этом совместно и кивали на Объединенные Арабские Эмираты, с которым Такаев, как он сообщил, Казахстан поддерживает прекрасные, дружеские, тесные отношения. А Такаев выходец швейцарский. Он там начал свою обкатку как человек государственный, как человек государственной формации. То есть, как будущий президент, он играл теннис с моим мужем в настольный теннис. Пинг-понг, пинг-понг. Он играл с моим мужем в нашей советской миссии, а эта миссия, это российская миссия, в которой, конечно, друзья, все миссии собираются, и украинская, и казахская, и все миссии собирались тогда, потому что мы были все дети Советского Союза. Ну, а теперь всех нас разделили, так скажем, как на те самые роковые яйца, и неизвестно, кто из нас теперь выйдет, какие яйца выйдут теперь из нас, из тех бывших советских граждан. Между прочим, скоро нас ждет интереснейшее событие, когда женщины, которые сегодня теряют репродуктивность свою, будут рождать яйца. То есть, сначала будет выходить яйцо, как куриное, обычное яйцо. А вы разве не видели у наших старых художников, которые рисовали сначала женщину с яйцами, потому что она якобы вступила в отношения с лебедем, и у нее родились дети в яйцах. Но ведь нам казалось, что это та сказка, это миф, это вообще невозможно. Все возможно, друзья, потому что мы абсолютно не знаем нашу с вами жизнь. А теперь мы ее с вами будем познавать и узнавать эту самую жизнь. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...